Всем привет, вы на канале Семя Багдасарян и это очередной обзорчик с местного рынка продукты в общем овощи фрукты и медикаменты с аптеки 3600 рублей доллар сегодня 76 сейчас покажем что купили чё почем начнем 3600 отдали за все вот по поводу вот этих медикаментов у нас получается нету больше вот этого нурофена жидкого детского в аптеках уже второй месяц вот есть только вот в таких таблетках короче он с полок исчез я думаю вы знаете там у нас есть такой нет баночка вот это ну в общем есть нурофен не знаю там в европе есть нет кто смотрит у нас нас из-за границы у нас вот в россии популярна вот эта фирма нурофен детская жаропонижающий панадол нурофен вот и они бывают такая суспензия жидкая вот их нету да и там с витрины последнего вот это вот эти тоже разобрали мы спросили в аптеке сказали что нет жидкого нурофена не будет ну кстати да вот протестамол даже температуру лучше сбивает чем тот же нурофен но все равно протестамол как будто работает покруче да но действие то я думаю в как бы фишка используется в лекарствах у именно вас жаропонижающих одна и та же тема просто как доставляется вот как бы вся разница вот протестамол всю жизнь использовали вот 79 рублей вот нурофен и вот нурофен последний раз когда использовали он но можно сказать даже не срабатывал а вот протестамол срабатывает и не знаю из 10 9 раз по любому свое дело сделает так что как бы сильно таких прям потерь то и нету по поводу вот этих жаропонижающих есть такая штука корень солодки сироп вот состав что такое солодка корень экстракт вот такая вот штукенция получается взрослым по одной чайной ложке пол стакана воды три раза в день мне очень хорошо помогает еще говорят что этот иммунитет хорошо этот повышает хорошая вещь ну я давно уже много лет от петель пользуюсь миром мистинс ну такие обычные а нету у нас давно уже этого ну да некоторые короче лекарства с полочек исчезают да но я думаю что это основные как бы вещи они есть вот температуру но если будет у вас температуру вот идете покупаете вот 100 рублей 79 рублей ну вот грубо говоря доллар вот один доллар протестамол здесь сколько штучек упаковки 20 таблеток вот ну да вот написано 20 таблеток это 20 раз вам пожалуйста болеть за один доллар и реально это всю жизнь как бы помогает и все нормально ладно переходим дальше мы зашли там овощной фрукты и увидели вот 560 рублей продается пекан такого пекан покупали это это очень редкий орех у нас здесь кто не знает есть разные виды орехов в основном мы привыкли грецкому ореху но есть еще вкуснее орехи пеканы и они более нежные как бы тонкие сладкие и у нас во дворе этот пекан тоже посажен два дерева и нам интересно стало вот привезли пекан в ну как бы в своей скорлупе вот и скорлупа я тут вижу вот прям очень тоненько мы решили вот купить посмотреть можешь это распаковать посмотреть что это такое что у нас будет расти на дереве вот мы надеемся что это все дело вырастет также бразильские орех купили ну прям много орехов если честно уже не можем кушать первое какое-то время кушали потом ну на это такое периоды но орехи в основном надо использовать каких-то выпечках в чем-то так давайте посмотрим что же это такое у нас этот орех так вот такие вот скорлупа кстати очень тонко но тут чуть-чуть вишь почерневшие надо ну самое главное смотрите вот он скорлупа тоненькая вот раскалывается вот одной даже рукой но качество конечно так себе ж на самих орехов залеженная да ну вообще как бы взяли больше даже ради интереса посмотреть ну как вот выглядит орех пощупать потрогать ощутить пекан выглядит он вот таким вот образом вот отделяется очень легко вот видите вот оля раз вытащила в основном вот он вот такой вот цельные продается у него нету каких-то там лишних перегородок достается легко и попробовать на вкус вообще как тебе ли вкусно чем уже распакованы прям слабкий на вот это попробуй как будто карамель присутствует сразу ничего себе вот это вкус блин я конечно не ожидал ну-ка еще я думала соленая карамель какая-то да офигеть как будто сюда это да добавили реально карамель до конфеты ничего себе вот это вкус мы вот такой орех вот покупали распакованный уже очищены мы его съели уже маленький да этот меньше да смотри размер эти прям большие какие вкусные блин не зря мы короче орех посадили у меня прям вот этот вот и как эфирные масла какие-то во рту горле вот прям обволакивает какие-то знакомые вкусы до карамель какой-то да и сладко и солененькой вообще все подряд большинство да но а ты прикинь если у нас вот с дерева они все тухлые да еду может вернуть вообще да отдадим скажем это так себе ладно зато мы посмотрели сейчас закроем от отвезем обратно потому что реально что это в основном все это тухло даже открывать вкусно вкусно но здесь не хватает сочности да тут как будто до убрали отсюда влагу максимально а если они будут ребята свежие с дерева блин просто великолепные орехи так что у нас деле на дереве растет да положим обратно наверно сдадим потому что там они все уже к сожалению так себешные к сожалению так себешные как бы мы больше скорлупы получим чем да я не закинь все туда закинь что ладно дальше погнали давайте мы взяли картошечку вот очень хорошая картошка крупно вот и там кто продавал мужик эту картошку говорит что-то говорим говорим он там все подряд рассказывать и между делом у меня еще полторы тонны картошки есть там в погребе не могу до него добраться потому что снега очень много было и рассказал что он в прошлом году сажал картошку капусту я так понял олив подсказочку дала что возможно человек готовился к стратегическому запасу когда в прошлом году вот эта история только начала раскачиваться с украиной и он по ходу дела там два поля посадил до три гектара говорит засадил картошки и капусты да по две тысячи в день платил да и у него сейчас полторы тонны картошки в погребе лежат только он туда доехать не может потому что снег стратегический запас короче есть так что тут что у россиян что у украинцев стратегические запасы в подвалах это просто уже генетически сформированная такая штука вот что что картошку в подвале и там всякие капусты и все такое у всех есть вот так вот так что голодом россию не возьмешь у нас картофаныча хватит блин на лет сто так также лучок там был просто вагон лука у него лежала я говорю пучками он говорит бери сколько хочешь я просто взвешу вот взяли так вкусно пахнет лук зелененький такой красиво вот сейчас будем лучок кушать потом да вот продается кабачок таких вот прикольные штучки вот эти вот сейчас Оля как раз будет делать нарежем дольками и пожарим кабачок это все если что органик вот это словечки для тех кто смотрит нас из Европы из Америки русскоговорящие люди вот это все органическое ну вот кроме вот банана и апельсина я не знаю что это к чему это относить это ну это просто бананы и апельсины вот бананчики взяли апельсины мандарины прикольные такие вот взяли понемногу потому что мы берем лежит портится ну его нафиг решили по чуть-чуть короче и еще взяли помидоры есть такой сорт помидоры узбекские они прям так и называются вот из всех помидор которые существуют на рынке это самые настоящие прям помидоры они вот пахнут помидорами и вкусные как помидоры короче максимально помидорные помидоры вот а все остальные помидоры которые продаются они какие-то все деревянные пластиковые без запаха без ничего но вот эти узбекские помидоры естественно стоят подороже но мы всегда берем их лучше возьмем пару штучек подороже настоящие чем блин вагон не настоящих я вот эти узбекские помидоры вырастила получается посадила но у меня такое чувство как будто они не успели вырастить то есть поздно посадила и у меня остались семечки и в этом году я опять две или четыре штучки посадила да а Оля отсюда берет косточки и просто сажает семена и мы как-то смотрели ролик один этот есть блогер сейчас он в Дубае находится с женой с ребенком Кондрашов может знаете этого блогера давно подписан и он такой travel блогер и вот он там в Дубае в Дубаях где-то и там его друг ему подогнал привез типа органические продукты они заболели и вот друг решил короче сделать им этот витаминный подарок да и целую машину нашел русский магазин из русского магазина там привез ему помидоры в Дубаях русский магаз и там вот эти узбекские помидоры короче ящик такой узбекских помидор и его жена достает эти помидоры нюхает и говорит блин это за всю историю сколько я покупала помидоры там в Москве где-то это настоящие в Америке да они еще в Америке жили говорит я никогда в жизни не пробовал такие типа помидоры вот и такая говорит ну вот только в Дубае можно найти такие помидоры и мы с Олей тут сидим ржом блин у нас тут в каждом ларьке в пригороде в любом в любой тут это да вот этих помидор у нас еще своих есть завались еще даже вкуснее да я имею ввиду вот если в магазине покупаете пока зима вот и они там так типа круто столько денег за это отдали да там в Дубае достали это прям у них добыча круто все а мы сидим у нас это может стухнуть дети не едят блин и сидим думаем ну получается мы вообще просто шикарно живем ну у нас эти вещи вообще нефиг делать можно все достать ну яблочки есть еще тоже как бы более-менее яблочные яблоки можно найти но в этом году кстати как только конфликт с Украиной начался в том году получается двадцать второй год у нас на рынке появилось очень много настоящей продукции такой вот как бы домашние овощи и фрукты яблоки появились такие небольшие с Узбекистана очень много начало начали привозить дешевле блин намного в раза три-четыре дешевле и столько же раз вкуснее яблоки всякие овощи начали везти а до этого когда вот мы типа шли якобы к развитию все такое там вот эти тиктоки шмиктоки у нас все шло вот чисто по еде к ухудшению прям реально начинались уже какая-то фигня привозилась непонятная как только конфликт начался у нас появилась нормальная продукция вот обычная еда которая конкуренция уменьшилась и внутренний как бы рынок начал функционировать так что с этой стороны там никакие санкции как бы у них не получится ничего сделать они только улучшают нам ситуацию по качеству пищи вот так вот и вот у нас этот получается из Белоруссии продукции много из Белоруссии из Узбекистана да офигенно тушенка батькин резерв называется вообще белорусы конечно красавчики у них всякие сметаны всякие эти штуки просто блин очень вкусно все делают так что пусть побольше в Россию привозят продукции оттуда мы берем это исключительно в метро потому что это магазин который правильно хранит там все такое да кто бы что нам не писал как бы все равно есть отличия там даже президент сметану взять в метро и в другом магазине может отличаться да ну например в метро вот ну вот такой штуки вряд ли будет вот прям что-то так тухленько это где-то залежалось кто-то привез видите закрытое люди не видят как бы они не виноваты конечно здесь просто тут не видно даже все вакуумно упаковано и не откроешь и не проверишь ну нас знают что мы постоянно берем да но да вот насчет вот этого кстати этот ларек где мы берем фрукты овощи если у нас что-то не так мы даже как бы и возврат то и не делали вот один раз мы взяли финики и там так оказалось что тоже была упаковка открыта случайно открыта упаковка немного приводит повреждена и они маленечко испортились я возврат не делал кстати просто заехал в очередной раз туда покупать продукты не продукты а овощи фрукты вот и он спрашивает ну чё как финики я говорю ну блин ну в этот раз что-то тухлые какие-то вылили выкинул он говорит в смысле выкинул ну выкинул а чё говорит не принес да я говорю чё я сейчас буду тащить обратно я не люблю короче возвраты делать я просто могу выкинуть сколько бы это не стоило а стоило это полторы тысячи вот упаковка и он достал короче мне новую упаковку просто дал ты чё блин это я не доказывал ничего не хотел вот вот упаковку он достал мне новую упаковку дал вот смотри там знаете что было вот эта упаковка а вот эта пленка повреждена была походу случайно кто-то пробил здесь и они испортились вот он достал мне показал новую упаковку и просто отдал всё никакие там доказательства чеки всякой не страдали как бы я ничего не хотел вот и он ничего и не пытался что-то как бы если бы я он бы мог например мне не вернуть эти финики да я даже от него этого не хотел ничего просто он говорит как я говорю вот так тухлые а где они я говорю выкинул он достал новую пачку говорит на вот тебе новое всё так что это оттуда же взял ну вот иногда бывает но мы всегда фрукты берем там так что это я просто отдам но это уже конкретно что попробуете да да он говорит если такая штука происходит просто верни обратно я заменю ну вот бразильский орех у них берем очень вкусно да мне он нравится вот такой вот ребята обзорчик капуста китайская и груши вот насчет груш пока что нормальных груш нету вот они все вот такие вот это одно и то же продает все магазины любые от простого ларька до супермаркета это самая стандартная груша которая есть ее можно кушать но короче так себе история но иногда просто хочется грушу есть такие же ровно груши они продаются они иранские прям желтый желтый вот как банан желтого цвета и я там спрашивал говорю а почему те желтые не привозите он говорит мы привозили желтые они получаются для людей типа дороже они не покупают я говорю так они в два раза сладше там цена кстати не настолько и дороже там 20-30 рублей разница для людей все какая-то уже они готовы покупать вот это и не берут вот а та груша прям как мед да я говорю привези я вот прям ящик у тебя сам выкуплю вот если никто не купит я у тебя этот ящик выкуплю и он говорит все ладно ладно проведем проведем вот так вот так что 3600 рублей вот такая вот у нас закупочка вместе с политикой и философией вам на блюдечке все увидимся до встречи